Подлокотничек хотелось бы, да, скотерка стелить, подстаканнички тут, ну, все падает, ну, неважно, во всяком случае, панель, тут много места, вот туда перчатки упали. Короче, сидим в теплой машине, собрались на берег реки, спокойно отсюда можем выехать. Игорь! Ну что, как тут сзади? Игорь! Давай подвинься вперед, ты что, я умираю, ты мне вообще, я так могу, я могу без коленей так остаться, вот если, если вот я буду ездить в таких ботинках, это смерть моя человеческая, для головы есть, видишь, я в шлеме, ищу вон сколько места, мы поставили на максимум обдув, да, и температуру на максимум, Полчаса и жарко не было, и у нас был до этого полностью прогретый автомобиль, да, а если поставить на 26 колесиком, прохладнее, то начинается уже небольшой колотунчик, а если на улице минус 20, это же кроссовер, это кроссовер для России, так, так, Ну, у Весты, я бы сказал, что омыватели еще хуже, там стройка получается узенькая и узенькая, как будто плюнуло кто-то, ну правда. А какие тут шурупчики торчат отовсюду, ну, вот отделка интерьера такая же, как и у Логана, такая же, как у Сандера, болтики, ну, местами даже на виду. Ну, ничего, вот я выхожу, а какие, какие были, какие были еще проблемы, а дверь-то как, дверь как закрывается. Смотри, опа, давай попробуем твой автомобиль. Поехали. Так, раз, оп, хе-хе-хе. Даже очкам есть где упасть. Мне удобно спереди, сзади же на ногу, я вижу, что сидите дальше. Тебе так удобно? Да. Нет, ну, как я нормально могу ездить? Я могу ими шевелить, могу сюда вот спать. Тут есть даже вон кармашек специальный, можно поставить рюмочку чая. Рюмочку, да. Не, ну, тут просторнее гораздо. Над головой? Да. И над головой нормально. Нет, а подожди, нет. Нет, а над головой я бы так не сказал. Над головой поменьше. Слушай, над головой в шлеме уже тяжеловато. Но это свойство седана. А еще у Весты, так же, как, впрочем, и у Иксрея, есть электроподогрев лобового стекла. Правда, для его включения нет отдельной кнопки. Он включается в тот момент, когда выставляешь направление воздуха на стекло, температуру на максимум, и вентилятор надо тоже повернуть на максимум, но тогда вы нас просто не услышите. Что вам стоит? Поставьте вот сюда кнопочку отдельного включения электроподогрева стекла. Это же удобно, вот, для того, чтобы нам сейчас не пришлось перекрикивать шум вентилятора, и при этом мы могли бы быстро отогреть стекло. Удобные клавиши подогрева сидений. Причем, действительно красиво нарисованные. А Весты надо там под левой рукой где-то находить, где-то нажимать, потом отключать. А ты знаешь, что я один раз включил, это было в Duster. И не мог выключить. Ну что, рука не пролежает между сиденьем. Да, что-то у меня... Здесь ширины, обратите внимание, здесь ширины больше. Ширина между сиденьями заметно больше. Ну да, да, мы бы здесь с тобой три коробки печенья бы разместили. И также в X-Ray здесь диодная подсветочка. Голубой свет, он в темное время суток будет намного ярче, и здесь автомобиль будет намного светлее, чем в автомобиле без диодной подсветочки. Но Веста богаче выглядит. Ну, поинтереснее, да, вот эти вставочки в салоне. Посмотри, у нас там шлем лежал более тесно, да? И как-то мы там локтя бились друг от друга, а здесь нет. При том, что и по бокам есть место, и дверные карманы большие. Да, ну и срез сзади есть дверные карманы. А здесь мое сердце, как ни говори, отдано в Весте, но не с таким кузовом. Я не хочу себе автомобиль с седаном. У меня есть семья, детская коляска. Есть дача, что-то перевезти в седане, на мой взгляд, невозможно. Ну, либо просто будет неудобно. Поэтому я, как минимум, подожду весны 2016 года, когда Бу Андерсон обещал запустить производство универсал Веста. Ну, либо уж дождусь 25 сентября 2016 года, когда появится Веста Кросс. Ну, ты уж пенсии сразу дождись. Ну, пока, пока ни тот, ни другой автомобиль не имеет никаких шансов на мой кошелек. Правда, вот я не хочу седан. У меня есть претензии к интерьеру Весты. И, конечно, не нравится робот. Вот серьезных претензий две. Это кузов седан и робот далекий от идеала. Один из лучших, да. Но, если нужно остаться с автоматом, то нужно либо искать что-то другое, либо ждать, пока вас наладит производство автомобилей с нормальной двухпедальной коробкой передачи. А что ты так сдался? Ты же был доволен, так рассекал по снегу на Весте. Был такой счастливый. Мне, как водителя, мне нравится очень. Как отцу семейства. Мне неудобно будет жить с этим автомобилем. Я это понимаю. Я бы, как водитель, с удовольствием, но путь будет такой же универсал. Я уверен, что он не потеряет своих драйверских повадок, но при этом будет еще и удобен для жизни. Сейчас, сейчас Игорь изменит свое отношение, потому что мы поедем, перекусим и поедем в гору. X-Ray всех порвет на горе. Не верю. Приятного аппетита. Не верьте тому, что журналисты продаются. Они вымениваются. И сильно не рискуй, эта машина с журнала за рулем. Никаких шансов. Электроника не дает нам толком побуксовать. С разгонщиком. С разгонщиком, с разгонщиком, с разгонщиком. Оп. О-о-о. Мне очень нравится управление тяго. Вот мне нравится, как работает коробка, она есть, это бесшумно, это Рено. Но вот ощущение от двигателя, вот сказать, что он мощный, нет. Вот именно на горке. Да и вообще, в принципе, вот мне вот в этом моторе как-то нет ощущения динамики. Вот как-то, то ли он слишком задушенный в годы экологии, еще чему-то. Хотя и этот Nissan двигатель, и мотор вазовский, и тот, и другой отвечают нормам Европей. Ну давай сейчас пойдем, что там нам место покажет. Пристегнуться, товарищи. Обязательно. Здесь пристегиваться неудобно, вот этот дурацкий, конечно, подлокотник. И мы надеялись, что это свойство предсерийных машин, но даже в серийном автомобиле точно такая же проблема. Подлокотник в горизонтальном положении не фиксируется. Это максимум. Вот, максимально высокое положение, то есть рука лежит вниз. Если откинуть спинку и ехать развалившись лежа, вот так, тогда да. Но если сел как положено, с относительно вертикальной спиной, то подлокотник не спадает вниз. Будь осторожен. Всегда. Машина куплена уже, жуна вон за рулем. Куплена. Ох, честно, серийный автомобиль. Так. В натяг плавненько, плавненько. Надеюсь, все сплит. Так, на первой передачке. Так, 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 так. Опа, смотри, X-Ray. Метров. Метров. Нет, но X-Ray-то заехал с разгону, надо сказать. Мы сейчас тоже попробуем с разгону. Пока у нас включена противобуксовочная система. Мы сначала пробуем с электроникой, а потом, если нам ничего не поможет. Да, но X-Ray где-то на этом же уровне, в натяг. Да, да. Я бы сказал, похоже, учитывая, что у X-Ray более зубастись. Ты сейчас что делаешь? Сейчас все то же самое, только чуть больше разумеется. И SP работает? Да вот это все. О, смотри. О, свободен. Ой, о, о, мы катим. Да. А вот тут нас потащило в сторону. Хотя я, вы видели, я руль держал абсолютно ровным. Но забрались мы выше. Забрались мы за метр. Да, вот этого я и боялся. А мы можем еще выключить электронику. Моя надежда, что X-Ray здесь сделает вес. Даже на откровенном бездорожье. Да. Вес, ну это не бездорожье, это просто вертикальная стена. Да. Но здесь как раз, во-первых, мы не зацепили передним бампером. Ведь вес, по сути, легковой автомобиль. Да, вот такой уклон, я думаю, где-то вот уже через метр Porsche бы уперлась бы бампером. Да, а здесь... Почти, почти, где-то, но она градусов 30, да? Ну что, попробуем еще разок с выключением электроникой. Да, ну давай, аккуратненько. Аккуратненько. Намного эффективнее. Не напускай сильного. Ох. Еще разок. Еще, можно еще разок. Я оставил коробку в ручном режиме, и она решила, что пора переходить на вторую. Прямо в самом начале подъема. Сейчас мы сделаем все то же самое, только в ручном режиме, чтобы у нас была зафиксирована первая передача. Ничего себе! Ничего себе! Вот это хуй забрался! Подожди, ну это надо, это вообще надо сфотографироваться. Это надо выйти и проанализировать. Да, сфотографироваться надо. Мы забрались на корпус, на кузов автомобиля, то есть метра на четыре, выше, чем смог забраться. Сфотографироваться. Вот это, вот это результат, вот это победа! Да подожди, теперь задача, как нам спуститься отсюда. Как не будет. Мы же не на Оазе с тобой. Да, ну как не будет. Да, а ну-ка давай, это самое, открой дверь. У него там дверь открывается при этом? Дверь открывается. Вот, я вижу, мы положили палку для того, чтобы отметить верхнюю точку, куда смог забраться X-Ray. Она ровно в районе заднего колеса сейчас. На целый корпус оборвал? Да, да, как минимум на базу автомобиля мы забрались выше. Слушай, а теперь как раз подлокотник можно хорошо использовать. Подлокотник, да, достиг горизонтального положения. Ну что, скатываемся потихоньку. Так, ты знаешь, как скатываться-то? Ты хорошо подумал? Я бы с радостью включил бы понижайку, но у нас легковой автомобиль, поэтому мы будем просто скатываться на тормозах. На тормозах, да. Тормози. Ну вот стоим пока же. Оп, чтобы не управлять. Опа, пошел влево. Ну что, я, честно говоря, ума не приложу, как мы будем выковыривать Vestu из такого положения. Она стоит на трех колесах, и это как раз то колесо, которое висит в воздухе. Интересно, как у нее будут открываться при этом двери? И с каким звуком? С каким благородным звуком? Закрывается. Может быть, надо было из этого автомобиля сделать вседорожный? Так сделают! Я жду 25 сентября 2016 года. Бу Андерсон пообещал, что он запустит производство универсала Vesta Cross с увеличенным дорожным просветом. И тогда у Vesta появится шанс на мои деньги. Мне нравится Vesta всем, кроме кузова седана. Я хочу универсал, либо хотя бы хэтчбэк. 25 сентября 2016 года. Ну вот я снимаю шляпу перед Vesta. Она обыграла сегодня Ray по всем дисциплинам. Ray прекрасный автомобиль, но Vesta еще лучше. И это доказал сегодняшний наш тест. Подписывайтесь на канал Авто МПС. С вами был Петр Меньших и Игорь Сирин. Хорошего дня! Хорошего вечера! Спасибо!